Девушки отдыхают Услышав фразу «поймать белочку, каждый русский поймет» Речь идет совсем не об охоте Имеется в виду галлюцинация, вызванная сильнейшим алкогольным отравлением В этом состоянии человек несет бред и разговаривает с неодушевленными предметами Кто это? Я прям понимаю, что я нормальный человек, а со мной тряпочка разговаривает А еще поймавшие белочку любят собирать паучков Забегаю как-то утром к одному мужику А он орет Бля, закройте двери, паучки расползаются Ловите их, убегут И прыгаем по стенам, паучков собираем В 2010 году Минздравсоцразвития решил ударить белочкой по российскому алкоголизму Бухайте, тогда я иду к вам Эта социальная реклама, созданная по заказу Минздравсоцразвития, в интернете стала настоящим хитом Шутка ли? За год 7 миллионов просмотров Несколько тысяч сообщений в социальных сетях и блогах Авторитет ли Форбс включил ее в список 10 лучших рекламных продуктов года? Не уверен, что чиновникам удалось убедить россиян отказаться от алкоголя Но то, что они заставили говорить об этой проблеме, это факт Сработал известный в народе образ Получается, посредством символов можно влиять на сознание людей? Попытаемся разобраться Продам все и дорого Можно ли превратить хобби в прибыльный бизнес? Наш эксперимент с участием маркетологов Что является хорошим товаром, что плохим, это еще одна легенда Спортивный бренд двух столиц Как проверить, москвич перед тобой или петербуржец? Выривать зенит письмешки по флагам Новогодний символ детворы Кто назначил Снегурочку внучкой Деда Мороза? Появлением Деда Мороза и Снегурочки мы обязаны антирелигиозной борьбе Арома ловушки Что заставляет посетителей автосалонов принимать важное решение? Мой автомобиль надо брать Тогда пройдем к столу и будем составлять сделку Перед чем в наш век потребительского изобилия не сможет устоять даже искушенный покупатель? Только перед эксклюзивом Путь индивидуализма это современная болезнь психологическая Хендмейд на упаковке лучший способ привлечь потребителя Наша героиня, что называется, попала в тренд Екатерина рукодельница Собственными руками делает оригинальные шарфики Это натуральная шерсть итальянская овечья Тонкая очень, нежная, не колется Специально используется для обойлочных изделий Какой вам нравится шарф? Хендмейд от Екатерины покупателя привлекает Но деньги почему-то никто выкладывать не спешит Бизнес-мастерицы явно буксует Не пойдет? Хорошо Спасибо большое Пожалуйста Мы решили помочь талантливой барышне Обратились к маркетологам с просьбой наладить ее бизнес Профессионалы согласились Но при одном условии Строго следовать их инструкциям Оказалось, существует целая наука Как можно подтолкнуть потребителя выбрать именно твой товар Опирается она на знание того Как человек реагирует на те или иные символы Реальности нет Что является хорошим товаром, что плохим Это еще одна легенда, которую вас только что научили И вы ее переисследуете И говорите, мне дали менее хороший товар за больше деньги Что является хорошим товаром, вообще вещь относительная Мастер-класс для Екатерины маркетологи начали с эксперимента Собрали фокус-группу Людей разных возрастов, профессий и социального положения То есть потенциальных покупателей У меня есть любая профессия Один, моя профессия, это менеджер по сертификации Вторая моя профессия, это частным возрастом не занимаюсь Семья, у меня взлых детей, двое внуков, внуков, внучка Цель эксперимента – показать, как можно повысить цену любого товара В качестве наглядного пособия выступает обычный сыр За ним мы отправились в близлежащий супермаркет Выбрали один из самых ходовых – ламбер Нарезать сыр мы попросили именно так, как нам сказали маркетологи Оказывается, форма продукта во многих случаях определяет его стоимость Средняя цена кусочка – около 180 рублей Маркетологи заворачивают каждый кусочек в созданной ими упаковке И предлагают участникам фокус-группы, пользуясь внешним видом продукта Оценить, за какую сумму они готовы его купить Варианты – 100, 300 и 1000 рублей Ну вот эта упаковка не из дешевых? Ну, по дизайну мне больше всего понравилась, конечно, упаковка в треукольной форме Поэтому я и отсидел ее дороже остальных Почему же участники оказались так единодушны в своем выборе? Оказывается, дизайнерам было дано задание – вложить в форму и упаковку сыра определенную информацию И они с этим прекрасно справились К примеру, создавая самую дешевую, они пользовались следующими инструкциями Может быть, вообще взять эстетику обычных таких no-name продуктов Взять и там какую-нибудь клетку использовать на фоне, может быть, корову показать Сделать трэш-дизайн, на который люди точно поймут, что это 50 рублей, не больше В упаковке сыра, который люди оценили в 300 рублей, использовались натуральные, более дорогие материалы А вот образ сыра за 1000 рублей был решен с помощью ассоциаций с элитными сортами данного продукта Какой-то особенности, чтобы не было, да? Чтобы человек, взглянув на него, подумал, ага, этот я видел где-то на дорогой полке То есть вот важно, чтобы было именно так Маркетологи так затуманили мозги людей, что даже проба сыра не вызвала никаких подозрений Люди продолжали думать, что перед ними разные сорта, отличающиеся по качеству и цене Кому как кажется, где какой сыр, на какой тарелочке? Вот этот круглый, это российский, вот, хрустский Точно так же, считаю, что это, как-то есть, потому что это круглый, это российский, сразу по вкусу даже понятно Даже когда маркетологи признались в подлоге, не все в это поверили Проведя эксперимент, профессионалы убедили Екатерину, что поднять стоимость любого продукта можно с помощью упаковки Следующий урок должен показать новоиспеченный бизнесвумен, какой товар нужно производить, чтобы раскрутить свое предприятие Мастер-класс продолжается Одна итальянская компания порадовала своих клиентов новым креативным решением Она выпустила линию мужских костюмов с ароматической подкладкой Фирма гарантирует, благоухание сохранится даже после семи химчисток Вот такой стойкий аромат Новый ход самых продвинутых ток-менеджеров – использовать запах для увеличения объемов продажи Мы привыкли все время обращаться к зрению, слуху и перегружаем уже настолько, что не всегда информация воспринимается именно этими органами Совершенно упустили из вида обоняния И когда еще плюс, вы представляете, к яркому бренду, к яркому какому-то логотипу прибавляется аромат, то это более чувственное восприятие бренда, наделение его более жизненными, эмоциональными свойствами, так необходимыми нашей жизни В этом автосалоне расставлены аромоловушки Посмотрим, как они действуют на нос клиента Александр, один из наших лучших лайнеров Автомобиль подбираете для себя? Ну да, вот он присылал вот этот автомобиль Услужливый продавец предлагает потенциальному покупателю сесть в автомобиль В салоне клиент проводит всего несколько минут Все это время бдительный консультант расписывает достоинства данной модели И вот, мужчина уже не сомневается, это машина его мечты Я вроде сам не маленький, а места много, отлично Это у нас кондиционер или климат-контроль? Это климат-контроль и круиз-контроль присутствует в данном автомобиле Ну вообще, можно тогда даже про педаль забыть Клиент и не понял, как у него вырвались эти слова Он покупает автомобиль, сейчас же, и именно этот Мой автомобиль надо брать Тогда пройдем к столу и будем составлять сделку Сделка состоялась Менеджеры не сомневаются, принять решение клиенту помог вот этот маленький шпион Диспенсер Внутри машины он распространяет аромат нового автомобиля Смешение запахов, краски, резины и пластика Плюс немного цитрусовых нот Для усиления покупательских способностей И вот этот запах конвера, к нему привыкли все И для всех это галочка Есть очень удобные мобильные сменные блоки Которых заправляется любой аромат Лето, зима, зимой, лето Соответственно, запах хорошего настроения Вот, и Все это интегрируется, ну, допустим, вот так Чем больше человек находится в месте продажи, тем больше делает покупок Сейчас пришел один человек и начал с более простой модели, а закончил с более дорогостоящей уже модель Покупатель, зайдя в этот автосалон, не понимает, почему ему так хочется задержаться именно здесь А дело все в том, что в зале работает диффузатор Еще один помощник менеджеров по продажам Обычная железная коробка В ней колбы с жидкостью В основе эфирные масла и вытяжки из растений Вентилятор разносит аромат, который отвлекает клиентов от городской суеты И создает хорошее настроение Никто не заставляет делать дорогую покупку Решение рождается само собой Под влиянием аромофакторов Как поднимают продажи аромомаркетологи? Семейный внедорожник наполняют запахом свежескошенной травы Поскольку большая машина ассоциируется с выездом на природу Для спорткара подойдут динамичные запахи Мята перечная плюс ментоловые нотки Любая красная машина это цветочные запахи Потому что их чаще всего выбирают женщины Ну а если вам нужно избавиться от запаха женщины Скажем так, случайно попавший в ваш автомобиль То аромомаркетологи помогут и в этом Предложат диспенсер с запахом лаванды Он нейтрализует любой аромат Офисы крупных компаний тоже стало модно ароматизировать Запах подбирается в зависимости от фирменного цвета предприятия Цветоароматную шкалу разработали французские парфюмеры Жесмин относится к красному Лимон безусловно своей остротой относится к ярко-желтому Зеленые это травянистые конечно какие-то ароматы Арома лого регистрируют в специальном паспорте предприятия Чтобы никто не смог присвоить себе брендовый аромат Одно из английских предприятий делает автопокрышки с запахом розы Товар идет на ура Все права на производство экзотического бренда полностью защищены Хотите потерпеть фиаско в хлебном бизнесе? Просто добавьте зеленый цвет к упаковке Каким бы вкусным ни был ваш продукт, его никогда не купят Потому что у любого человека цвет и зелень ассоциируются с плесенью Зато булки в красно-желтой упаковке разберут в одно мгновение Потому что эти цвета напоминают покупателю об огне, жаркой русской печке и пирожка с румяной и золотистой корочкой Ученые доказали, цвет активно воздействует на мозг человека Маркетологи виртуозно этим пользуются, подталкивая покупателя к нужному выбору Врачи используют цвет в качестве терапии Екатерина пришла на прием к цветотерапевту У девушки сезонное заболевание, депрессия Она злится на коллег, мужа и на саму себя Нет сил, то есть не хочется работать, не хочется никуда идти И сидишь в офисе, каждый раз смотришь на эти часы, чтобы быстрее уже уйти с работы То есть если раньше я с таким большим энтузиазмом шла, летела на работу То сейчас у меня, знаете, вот такая вот какая-то апатия Врач измеряет Екатерине давление Оно повышенное – явный признак перевозбуждения Чтобы расслабить нервную систему пациентки, терапевт выбирает линзу синего цвета Сеанс продлится 10 минут После двухнедельного курса цветотерапии о депрессии можно забыть Мы будем сейчас воздействовать на лобный центр Екатерины Потоком лучистой энергии синего цвета Что это нам даст? Восстановление утраченной энергии Чудесную возможность влиять на здоровье человека с помощью цвета Врачи использовали еще до нашей эры В Древнем Египте во время эпидемии оспы В лазаретах вывешивали красные занавески и заворачивали больных в алые простыни Полковые врачи Римского легиона считали Под воздействием желтого цвета шрамы быстрее зарубцовываются, организм восстанавливается Желтый цвет Система пищеварения понижает кислотность желудка Эмоциональную стабильность дает Насыщая себя энергией желтого цвета, он восстанавливает это внутреннее единство Активизируется работа печени желчного пузыря Восстанавливается пищеварение Такие проблемы, как хронический колит, иначе в простонародье запоры уходят Сеанс цветотерапии закончен Врач снова меряет в Екатерине артериальное давление Оно в норме Успокоенная синим цветом пациентка отправляется домой Мы проводим эксперимент Возможно ли превратить хобби в прибыльный бизнес? Помогают нам в этом профессиональные маркетологи Для второго урока по раскрутке бренда собрана еще одна фокус-группа Она состоит из ровесников и однокурсников Меня зовут Наташа, но все меня зовут Даня Произделила для себя журналистику, как толку данной тормации Потому что я думаю, эта профессия мне подойдет Потому что там нет денег, нет определенного местного жительства, ничего нет Меня зовут Айк Я учусь на факультете телерадио-журналистики И я даже не знаю, стоит ли мне продолжать Так как я не уверен в моем будущем и в трудоустройстве Меня зовут Миша, мне 20 лет И я никак не поменял паспорт И мне это не могло считать Тоже полторы тысячи и не хочу платить Казалось бы, эти молодые люди должны сделать один и тот же выбор Но маркетологи сейчас это опровергнут Они приготовили для фокус-группы футболки с разными принтами Одна рассчитана на женскую аудиторию Вторая на мужскую Третья унисекс И четвертый может быть таким фановым То есть как бы поинтереснее, чтобы люди там нечто декларировали И таким образом показываем, как символы влияют на то, как, собственно говоря, один объект становится абсолютно разным И именно благодаря символам мы выбираем этот объект по факту одна и та же майка Новые футболки раскладывают перед фокус-группой Вот такая Дома я бы ее носила Да, я бы тоже дома носила Спать не могу Ну, сама надпись мне не нравится, ведь моя лазь, ну, ни о чем Но мне нравится сам шрифт, как написано на лазе Неожиданно выясняется Ребятам, единодушным во всем остальном, нравятся абсолютно разные футболки Футболки это круто, это удобно У них можно спать, у них можно ездить Мне нравится здесь, зальчики, сердечки, цветочки и все такое Разные предпочтения однокурсников маркетологи объясняют просто Даже у близких по духу людей внутреннее «я» отличается Поэтому их следующий совет начинающей бизнес-леди Екатерине Учиться угождать разным покупателям Осталось применить знания на практике Хочешь попасть в сказку? Поезжай в Кострому Добрый день, девочки Номера в этой гостинице бронируют за несколько недель Места на расхват Здесь останавливаются те, кто приехал в гости к Снегурочке Официальные резиденции «Снежной красавицы» принимают посетителей с раннего утра и до поздней ночи Взрослые и детские группы, свадьбы и корпоративы На Снегурочку спрос круглый год Любой каприз, только плати Приглашаю вас к себе в свою горницу Можно сказать, кабинет Ведь именно здесь я занимаюсь своими важными делами Конечно же, отвечаю на письма, которые мне присылают и маленькие, и взрослые девочки, и мальчики Подписываю важные документы Ведь у меня есть и печать своя волшебная именная Снегурочкина В покоях Снегурочки вечная зима Здесь все сделано изо льда И круглый год трескучие морозы Поэтому в прихожей посетителей не просят раздеться, а настойчиво рекомендуют потеплее укутаться Всем желающим выдают громадные валенки размера Деда Мороза и теплые зипуны Ледяную комнату Снегурочки подарил Дедушка Мороз Она сказочная и волшебная И, наверное, поэтому лед для нее привезли с Урала С уральского озера Таватуй Ну, там должно быть всегда у нас минус 14 градусов Поэтому нужно ее закрыть, холод не выпускать Официальная прописка в собственном ледяном царстве у Снегурочки появилась в 2004 году Именно тогда зарегистрировали бренд сказочная кастома Родины Снегурочки Оценка туристов, которые к нам приезжают, достаточно высокая И цифры говорят сами за себя Потоп туристов растет из года в год Костромичане случайно прописали Снегурочку у себя Ведь это не только название города, но еще и имя языческой богини полдородия Ее торжественно сжигали на костре каждую весну И она стала прообразом сказочной девушки Кострома – второе имя Снегурочки Выглядела она примерно вот так А еще именно под Костромой в селе Щелыково Жил и творил нареченный отец Снегурочки Драматург Александр Островский Именно здесь Островский сочинил поэтическую сказку «Снегурочка» Своё самое романтичное произведение Сходи ко мне, тебя я приговорю Красавица, не хочешь ли на волю с людьми пожить? Хочу Хочу Местные жители считают, что настоящая резиденция Снегурочки не в Костроме, а в Щелыково Главная достопримечательность здешних мест – ручей, где растаяла красавица Даже вот здесь, видите, вот бьется пульс сердца Снегурочки Или, как бы мы называем, ее вены живущие Она каждый год возрождается Сейчас в это сложно поверить, но всенародную любовь Снегурочка завоевала не сразу Современники Островского не поняли тонкой души сказочной девушки Пьесу освистали, а самого драматурга обвинили в заискивании перед властями и утрате писательского таланта Через девять лет римский Корсаков написал одноименную оперу на сюжет пьесы Островского И русская публика в Снегурочку влюбилась А что тебя манить по кирутере в родительской? И что у Бериндеев завидного нашла? Людские песни Песни лели Пусти, отец И дни ночи слушать готовы я его пастушьи песни И слушаешь И таешь Но настоящим брендом Снегурочку сделали не Островский и не римский Корсаков А советская власть Интересно, что появлением Деда Мороза и Снегурочки мы обязаны антирелигиозной борьбе Которую вело руководство Советского Союза в 20-х годах прошлого века Чтобы искоренить что-то одно Нужно предложить альтернативу Добавляем семейные ценности И получаем стопроцентное попадание в цель Зима – мое любимое время года В эту полу ко мне приезжают много друзей Которых я с нетерпением ожидаю в своей резиденции Снегурочка из Щелыкова утверждает, что она самая настоящая С этим категорически не согласны жители Якутии У них своя легенда Будто именно туда прилетела превратившаяся в облако Снегурочка Выпала дождем и вновь стала девушкой Для жившей внучки Деда Мороза Якутчане планируют даже отстроить дворец из настоящего льда Так что не место красит бренд А бренд – место Для того, чтобы понять, кто перед вами – москвич или петербуржец Достаточно спросить, за какую команду он болеет В нашем городе играет лучшая команда в стране И большое количество игроков участвует в сборной страны – это престиж Я был из московских спартак с самого своего рождения Я, наверное, просто родился красным белым История нелюбви московского спартака и питерского зенита началась 8 августа 1936 года В тот день две команды встретились на ленинградском стадионе в рамках 1-8 финала Кубка СССР 15 тысяч зрителей стали свидетелями триумфальной победы гостей со счетом 3-0 Такого унижения, да еще и на своей территории, ленинградские болельщики простить не могли Между фанатами двух команд навсегда легла пропасть непонимания Свой фирменный цвет «Спартак» позаимствовал еще в советское время У другой московской команды трехгорка Но «Спартак» сначала использовал эту форму А потом он перешел на форму красную с белой полосой Когда точнее сказать не могу Но, тем не менее, такая история имеет место быть Она зафиксирована «Спартак» был всегда красно-белым Сегодня каждый москвич знает главные символы «Спартака» Красно-белая форма и красно-белый ромб Красно-белый ромб – это все Это все «Спартак» – чемпион Вы меня разрежьте, и внутри я красно-белый То есть есть и такое То есть цвета имеют огромное значение для каждого клуба Для игроков и для тренеров это дух, который поддерживает силу в команде И мы играем за него Для большинства команд СССР до конца 70-х прошлого века Понятия клубных цветов не существовало Советская промышленность не занималась футбольным дизайном И играли в том, что удавалось достать администраторам Именно болельщики «Зенита» настояли на трехцветной атрибутике Выделив синий, белый и голубой лазурного оттенка Таким образом, они хотели отличить любимый клуб от многочисленных белоголубых динамовских команд «Зенит» стал первой трехцветной командой в Союзе Я ненавижу красный цвет, поэтому не могу я болеть ни за «Спартак», ни за зеленый какой-то там цвет Поэтому, в общем-то, символика «Зенита» своей цветовой гаммы Располагает для того, чтобы болеть за него, переживать И передавать, так сказать, по наследству своим детям Когда выигрывает «Зенит» Весневский во флагах, все в голубой майках, все обнимаются Вернее стоит, все бибикуют Но дело не только в цвете «Спартак» — это бренд Москвы, а «Зенит» — символ Петербурга И пока два города не определятся, какой из них самый столичный В футбольной войне между двумя командами быть Теоретическая часть закончена Начинается внедрение маркетинговых стратегий в бизнес Екатерины В ее мастерскую приходит эксперт из маркетингового агентства Екатерина, здравствуйте! Меня зовут Валерия Очень приятно, я дизайнер упаковки Екатерина не бестрепетно демонстрирует гостям свои шарфики Валерия находит их перспективным товаром Еще очень интересное изделие, но, понимаете, для того, чтобы продать продукты Нужно объединить его какой-то общей идеей То есть все ваши шарфы, они разные, они яркие, интересные Есть, наоборот, очень такие нейтральные, спокойные Но для того, чтобы эффективно продавать то, что вы делаете Вам нужно придумать концепцию Екатерина не против, но не знает, как это сделать Каждый ее шарфик — произведение искусства, которое больше не повторяется Как под такие разные изделия подобрать однородную упаковку? У дизайнера Валерии рождается решение Она предлагает сделать несколько шарфиков, которые станут лицом бизнеса И смогут привлечь самых разных покупателей Я предлагаю вам придумать что-нибудь необычное Например, может быть, какие-то шарфы в виде зверюшек, лисицу, например Работа запела Екатерина трудится над шарфиками, а Валерия над упаковкой Успех упаковки зависит от каждой мелочи Поэтому обсуждается все Форма, цвет, шрифт, возможное название для логотипа Мне больше понравилось, конечно, вот это Потому что здесь больше эмоциональной составляющей Плюс еще, если это сделать кубус крафтовым, так и дальше Тогда это, ну, как мы это черпнем Бренды – это своего рода обещание, которое дается потребителям, опираясь на их пожелания Крема гарантирует дамам вечную молодость Йогурт и стройную фигуру Парфюм толпы поклонников Машины обеспечивают мужчинам высокий статус Часы уважения партнеров Поколение, выросшее на рекламе, гонится за брендами И только в этом видят свое счастье Насте 25 лет Два года назад она приехала из Омска, чтобы покорить Москву И попасть в высшее общество Но без дорогого платья от кутюр вход туда есть закрыт В этом Настя убеждена Здравствуйте Здравствуйте Как обещали, пришли к вам гости Расскажите нам, как вы работаете Это вам рабочее место Здесь я вершу свои глобальные дела Встречаю гостей Нашей героиней Настя стала случайно Мы встретили ее в одном из столичных бутиков Когда снимали материал к этому фильму Девушка с пристрастием разглядывала каждое платье Но почему-то ничего не покупала Мы разговаривали и выяснили причину Это вот один дядя То есть На этом я ставлю Здесь даже сумочку я здесь сегодня оставила Это уже помедочек сделала Но до менеджера Насте еще расти и расти Пока в этом офисе она работает секретаршей Девушка уверена Вот купит платье и жизнь ее изменится И в должности повысят И принц найдется Два года она копила на платье мечты Сегодня именно тот день Когда Настя из Золушки должна превратиться в принцессу Поэтому она позволила нам заснять этот торжественный момент Здесь я обязательно что-нибудь куплю Мне этот магазин порекомендовала Самара Флёдеровна с работы Я уже знаю примерные цены Но сейчас я ищу что-нибудь именно для клуба Как утверждает статистика Русские и китайцы Одни из самых активных потребителей модных марок А вот итальянцы и французы напротив Совершенно не гонятся за брендами Кстати психологи доказали Что человек попадает в зависимость от вещей не случайно Виной всему одиночество, депрессия и низкая самооценка Человеку кажется, что внешний лоск делает его лучше в глазах окружающих Заставляет говорить о себе более позитивно Я остановила свой выбор именно на этом платье Счастливая обладательница бренда отправляется домой На этот вечер у неё запланирован выход в свет Я очень хочу выйти удачно замуж Моя мама говорит, что мужчина Главное, чтобы он был неревнивый и щедрый Я с ней согласна полностью В полночь Золушка переступает порог элитного ночного клуба Здравствуйте Моя мама говорит, что мужчина Я не понимаю, как у нас есть Можно вас? Если у вас есть, какой у вас самый вкусный коктейль Тем временем прекрасный принц не спешит появляться на горизонте Может быть это он? Пойдёмте к нам Я сейчас буду на обратном ходить, давай не зайду Что нет? Привет, спасибо Этот претендент принца, видимо, не прошёл кастинг Насти Скоро в Москве утро девушка засобиралась домой На самом деле был очень интересный вечер Он, кстати, мой ухажёр за мной идёт Он меня хочет догнать Нет, я всё-таки сбегу со своим метро Всё, пока Эти молодые люди заявляют, что ненавидят бренды и гламур Они хипстеры И девушки их любят За вызов, который они бросают обществу потребителей В детстве, как каждая девочка, мечтает ходить рядом с молодым человеком С очень красивым, чтобы на него все обращали внимание и завидовали тебе Хипстер, это, наверное, и есть такой человек Который отделяется, выделяется от других Лиза – подружка хипстера Она его любит За то, что он не такой, как все Интеллектуал По крайней мере, ей так кажется Мода на плохих мальчиков прошла Пришло время ботаников В очках, пиджаках, узких облегающих джинсах и кедах Мне кажется, мне нравится окружающий Но кто его знает Вообще видел, замечал, что любуются, всматриваются То есть без эмоций не оставлю никого Первые хипстеры появились в 40-х годах прошлого века в Нью-Йорке Название движения идёт от английского «to be hip» Что значит «быть в теме» Американские хипстеры были в теме джаза Снали о нём всё Хипстеры 21 века решили выделиться по-своему Придумали для себя интеллектуальный прикид Колпа должна ахнуть от восторга Какой умный мальчик Компания студентов вышла на очередной шоппинг Обычный сетевой магазин Но уважающий себя хипстер Мерить всё подряд не будет Его образ должен кричать об интеллекте Каждый, кто пытается казаться умным Носит очки в огромной оправе К сожалению, всё отлично Хипстеры – это оболочка без содержания Люди, которые прекрасно имитируют форму Взятую из лондонского стиля, так скажем Но у которых мало что есть на самом деле за душой Дизайнер одежды Макс Чернецов Внешне выглядит как хипстер Но к таковым себя не причисляет Называет их псевдоинтеллектуалами Говорит, эти парни Свои познания об искусстве ограничили модным набором аксессуаров В рюкзаке каждого уважающего себя хипстера можно найти Дорогой блокнот Малискин Ведь именно записной книжкой этой фирмы В своё время пользовались Хемингуэй, Пикассо, Ван Гог На плече должен висеть один из раритетных фотоаппаратов Лома, Зенит или Хольга Хипстеры просто обожают фотографироваться И каждый свой снимок считают настоящим шедевром Это очередная мода, которая как пришла, так быстро уйдёт, смоется И никогда больше воспоминаний о ней не останется Хипстеры утверждают, что они против брендов Разве сами они не бренд современности? В какие только приметы и символы не верит человек В России чёрная кошка – предвестник беды Кто из нас не плевал трижды через левое плечо, если это бестия вдруг перебежит дорогу? В Греции боятся голубоглазых, считается, что они могут сглазить В Азии вы не найдёте ни одного дома, этажа и даже столика под номером 4 Поскольку эта цифра символизирует смерть Но китайцы превзошли все народы Они придумали науку о том, как использовать символы для того, чтобы жить богато и счастливо И назвали её Фэншуй Фэншуй – учение о законах, по которым должно быть организовано жизненное пространство человека Когда-то тайны Фэншуй знали только в императорских дворцах А сегодня ими может воспользоваться любой Было бы желание У меня были трудные времена, такой трудный период в бизнесе, когда у меня плохо шла работа и плохо продавались объекты И одна знакомая посоветовала мне почитать книжку про Фэншуй И я взяла эту книжку, открыла, посмотрела и думаю, почему не попробовать? Елизавета Риэлтор продаёт столичную недвижимость Каждый день заключает крупные сделки Говорит, её жизнь перевернул Фэншуй Купила некоторые предметы, которые были написаны, взяла копос и расставила эти предметы И увидела, что он работает Но летом 2011-го денежное дерево, слоны и черепахи почему-то помогать перестали В квартиру Елизаветы мы пригласили Александра Користелёва Науку Фэншуй он постигал не по учебникам Несколько лет жил на Востоке, учился у китайских мудрецов Он поможет ответить на вопрос, в чём ошибка хозяйки и почему в её квартире перестали действовать законы Фэншуй Кровать стоит таким образом, что блокирует поток входящей энергии в комнату Мастер Фэншуй объясняет, жильё человека делится на 8 зон На юго-западе находится сектор любви, на юго-востоке богатство Чтобы их активизировать, нужно поставить правильный символ Чаще всего его можно активировать с помощью какого-либо водного объекта Наконец, Александр обнаруживает главную причину Почему в доме Елизаветы отрицательная энергия США взяла верх над ЦИ Дверь в туалет всё время открыта Что является крайне неблагоприятным по Фэншуй Поскольку туалет по Фэншуй является источником негативной энергии Которая попадает во всю квартиру Мастер посоветовал сделать в доме перестановку И усилить энергетические зоны новыми символами Елизавета выполнила все его указания И даже пропилила в туалетной комнате специальное отверстие для кота Чтобы эта дверь всегда была плотно закрыта Я стала хорошо спать, мне снятся хорошие сны Как бы я высыпаюсь, встаю такой отдохнувшей Раньше такого не было, конечно Навести в квартире порядок по Фэншуй в Москве стоит от 20 тысяч рублей Деньги немалые, но отбоя от желающих нет Люди верят, что символы помогут сделать жизнь лучше Хотя существование мистических энергий Ци и Ша до сих пор не доказано официальной наукой Так может дело не в дракончиках и лягушках, а в головах людей Поистине вера творит настоящие чудеса На вид Владимир Бронников ничем не отличается от обычных людей Но сам он считает себя особенным А все потому, что у него раскрыт третий глаз Культ третьего глаза берет свое начало в древности В большинстве восточных культур третий глаз – это признак избранности Дар, доступный лишь богам Своего обладателя он наделял удивительными способностями Видеть прошлое и будущее, также беспрепятственно перемещаться в любые уголки вселенной Третий глаз – духовное, мистическое начало в человеке Открытие сверх каких-то естественных интеллектуальных способностей Мы решили устроить Владимиру проверку Протестировать его сверхспособности игрой на бильярде В качестве эксперта согласился выступить чемпион мира в этом виде спорта Добрый день, Владимир, очень приятно Сейчас наденем масочку Ничего в ней не видно Одеваем Вроде все плотненько Зажорчиков нету Свет не проходит Ну давайте Гуру бильярда разводит руками Не ожидал Ну, очень даже достойное сопротивление Не в сухую Не в сухую, да Меню, пожалуйста Мы проводим еще один эксперимент Владимир берет с барной стойки меню и заказывает томатный сок А потом уверенно выбирает его из трех предложенных напитков Мы поражены Но Владимир остается хладнокровен Объясняет, его сверхспособности не дар свыше, а результат упорных тренировок Обучался я с детства, с девяти лет меня папа обучал Все очень просто Одеваешь маску, видишь экран На экране уже даешь команду экрану И появляются какие-то изображения, управляя ему Но люди хотят верить в магию третьего глаза Сейчас используют этот символ как оберег То есть от порчи Каждый придает этому символу свое значение Взять хотя бы доллар Лучший пиар третьего глаза Оформление долларовой банкноты в 1928 году доверили русскому эмигранту Сергею Макроновскому Считается, что под этой фамилией скрывается знаменитый художник Николай Рерих В итоге на купюре появился странный знак Усеченной пирамиды на большой печати США Ее вершина как будто парит в облаках А внутри всевидящее око или третий глаз Снизу же ее окаймляет загадочная надпись Новус орто секлорум Новый мировой порядок Что если не магическая сила третьего глаза Помогла американской купюре вытеснить с рынка английский фунт стерлингов И превратила доллар в мировую валюту Вместе с нашей героиней Екатериной Мы в одном из крупных столичных торговых центров Уступает кульминационный момент эксперимента Под руководством маркетологов проделана большая работа Они придали продукции Екатерины брендовый вид Но как отреагирует на это покупатель? Наша героиня явно волнуется И вдруг яркие краски шарфов привлекают маленького мальчика А вместе с ним и его папу Как вам шарфа на ощупь? Это лисичка Так лисичка привела к Екатерине первого клиента А дальше торговля начала набирать обороты От покупателей не было отбоя Мне этот рыжий нравится, он классный Ой, какая прелесть, боже мой Одевайте Его можно одевать на свитер, на пальто Сколько вот рыжая ваша лиса? Две тысячи Две? Да, она в таком чудесном тубусе Мы возьмем ее Носите на здоровье Зная, как работают символы И какую они имеют над людьми власть Маркетологи помогли нашей героине Сделать ее прекрасной шарфике Хорошо покупаемым продуктом Почему человек так упорно цепляется за символы? Неужели это шанс сделать жизнь проще? Ведь символ – это способ выделить себя из толпы Возможность сразу выявить единомышленников – это основа веры Понимая силу символов, можно сделать успешный бизнес И в этом нет ничего плохого Главное – не приносить людей в жертву символов Делает оригинальные шарфики Это натуральная шерсть – итальянская овечья Тонкая очень, нежная, не колется Специально используется для бойлочных изделий Какой вам нравится шарф? Хендмейд от Екатерины покупателя привлекает Но деньги почему-то никто выкладывать не спешит Бизнес-мастерицы явно буксует Да они же так не пойдут Не пойдут? Хорошо Спасибо большое Пожалуйста Мы решили помочь талантливой барышне Обратились к маркетологам с просьбой наладить ее бизнес Профессионалы согласились Но при одном условии – строго следовать их инструкциям Оказалось, существует целая наука Как можно подтолкнуть потребителя выбрать именно твой товар Опирается она на знание того Как человек реагирует на те или иные символы В реальности нет Что является хорошим товаром, что плохим Это еще одна легенда, которую вас только что научили И вы ее переисследуете Говорите, мне дали менее хороший товар за больше деньги Что является хорошим товаром – вообще вещь относительная Мастер-класс для Екатерины маркетологи начали с эксперимента Собрали фокус-группу Людей разных возрастов, профессий и социального положения То есть потенциальных покупателей У меня есть любая профессия Один моя профессия – это менеджер по сертификации Вторая моя профессия – это частным возрастом не занимаясь Семья, у меня звук от детей, двое внуков, внуков, внучка Меня зовут Сульбана, я не замужем Я вместе ребенок, я инсайдер по детям с конфет Цель эксперимента – показать, как можно повысить цену любого товара В качестве наглядного пособия выступает обычный сыр За ним мы отправились в близлежащий супермаркет Выбрали один из самых ходовых – ламбер Нарезать сыр мы попросили именно так, как нам сказали маркетологи Оказывается, форма продукта во многих случаях определяет его стоимость Средняя цена кусочка – около 100 Спортивный бренд двух столиц Как проверить, москвич перед тобой или петербуржец? Выривать зенит весьмешки по флагу Новогодний символ детворы Кто назначил Снегурочку внучкой Деда Мороза? Появлением Деда Мороза и Снегурочки мы обязаны антирелигиозной борьбе Арома ловушки Что заставляет посетителей автосалонов принимать важное решение? Мой автомобиль надо брать Тогда пройдем к столу и будем составлять сделку Перед чем в наш век потребительского изобилия не сможет устоять даже искушенный покупатель? Только перед эксклюзивом Путь индивидуализма – это современная болезнь психологическая Хендмейд на упаковке – лучший способ привлечь потребителя Наша героиня, что называется, попала в тренд Екатерина – рукодельница С собственными руками А он орет Бля, закройте двери! Паучки расползаются! Ловите их! Убегут! И прыгаем по стенам! Паучков собираем! В 2010 году Минздрав соцразвития решил ударить белочкой по российскому алкоголизму Бухайте! Тогда я иду к вам! Эта социальная реклама, созданная по заказу Минздрав соцразвития, в интернете стала настоящим хитом Шутка ли? За год 7 миллионов просмотров, несколько тысяч сообщений в социальных сетях и блогах Авторитет ли Форбс включил ее в список 10 лучших рекламных продуктов года? Не уверен, что чиновникам удалось убедить россиян отказаться от алкоголя Но то, что они заставили говорить об этой проблеме, это факт Сработал известный в народе образ Получается, посредством символов можно влиять на сознание людей? Попытаемся разобраться Продам все и дорого! Можно ли превратить хобби в прибыльный бизнес? Наш эксперимент с участием маркетологов Что является хорошим товаром, что плохим, это еще одна легенда Я говорю Пойдем, кудяпликов, настреляем, пожарим и съедим А он орет Хочу, хочу кудяпликов Услышав фразу «поймать белочку» каждый русский поймет Речь идет совсем не об охоте Имеется в виду галлюцинация, вызванная сильнейшим алкогольным отравлением В этом состоянии человек несет бред и разговаривает с неодушевленными предметами Кто это? Я прям понимаю, да, что я нормальный человек вроде как, да А со мной тряпочка разговаривает А еще поймавшие белочку любят собирать паучков Забегаю как-то утром к одному мужику Субтитры сделал DimaTorzok